Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня хотим записать небольшой ролик на тему работы с детьми, с аутизмом, с другими заболеваниями. К нам сейчас идет очень много обращений, и мы хотим просто немножко внести ясность по поводу того, как мы работаем и что мы делаем. Потому что люди не хотят читать сайт, не хотят читать то, что мы написали, то, что надо знать. А если и прочитали, то между строк прочли, это для лохов, а вот для нас консультация, и у нас произойдет волшебное исцеление. Наш ребенок завтра побежит здоровым. Так вот это совсем не так. Я сегодня хочу рассказать на примере одного случая, который еще сейчас в работе. Мы о нем очень мало пишем, но я думаю, когда-нибудь мы о нем все-таки расскажем значительно громче. Речь идет, в принципе, это обычный ребенок, который живет в Киеве. Его зовут Илья, у него есть мама. И у ребенка набор диагнозов. Там есть эпилепсия, там есть и аутизм, там есть и отставание в развитии и так далее. Так вот, работаем мы с ним уже 4 месяца. На сегодняшний день, если опубликовать нашу переписку и нашу работу без видео только, которое идет, то та, которая просто идет в виде поддержки в WhatsApp, в данном случае, в сети, да, это порядка 70 страниц печатного текста. Вот теперь представьте, 70 страниц печатного текста – это книга. Эта книга написана про заболевание и про самочувствие одного ребенка. И когда обращается мама и спрашивает, а что такое поддержка, а что такое это, а что такое то, хочется рассказать подробнее, потому что у всех это будет по-разному. У кого-то это будет 10 страниц, а у кого-то это будет 100 страниц. Вот такого текста. Потому что у одного изменения начинаются быстрее. У одного идет, душа просит, что мы будем работать там с перерывом в 2 недели, а у другого ребенка душа говорит каждые 2 часа, да. Вот в случае с Ильей у нас была ситуация, когда были очень тяжелые приступы. Тяжелые приступы эпилептические, они были каждые 6 дней. И каждые 6 дней стиралось все то, что за эти 6 дней он получал в жизни. То есть он вроде обучаемый, у него интеллект есть и все, но через 6 дней вот все это как уходило в мусорку, как будто этого не было. И так вот его жизнь, поэтому отставание было, поэтому выводить из припадков было тяжело, и физическое состояние было тяжелое, и вокализация, и хлопки, и боли в животе, и с питанием, с проблемой, с нарушением, и аутизм диагноз стоял. И вот когда с таким сталкиваешься, мы сперва сразу сказали, что мы с эпилепсией не работали, и не планировали брать наше дело вывести из ауто. Так вот оказалось из ауто вывести намного проще, чем решить вопрос эпилепсии в данном случае. И там было очень много слоев подсознания. Вот благодаря этому ребенку мы смогли расшарить практически все слои психики, которые мы сейчас знаем. То есть у него поломки были на всех уровнях. И когда мы вот сейчас смотрим, мы искренне благодарны маме, которая нам писала каждый день в подробностях, как он кушал, как он менялся, как он себя вел, как была вокализация, появлялись ли круги под глазами или нет, показывал ли он болит виски или макушка и так далее. И благодаря вот такой синхронной работе в какой-то момент мы начали его чувствовать великолепно, и у нас получилось. На сегодняшний день я знаю, что с этим ребенком уже получилось. У нас уже есть большие перерывы между приступами. Я думаю, что практически уже приступов, и они уходят. Они уходят, их нет. Вот. И начал восстанавливаться интеллект, началось развитие. Можно было бы публиковать благодарности. Наташа, спасибо сердце за ваше терпение, невероятный труд. Ваша поддержка для меня, как луч света, который показывает дорогу вперед. Все будет хорошо, надежда есть. Спасибо, люблю, благодарю. Мама очень много нам присылает благодарственных писем. Мама очень много помогает нам в работе. И вы знаете, вот это невероятная история, когда действительно из подсознания удалялись опыты. А в данном случае в кармической истории были психические опыты, когда он был в предыдущем воплощении, там лежал в дурдоме, над детьми проводили опыты. И опыты были именно физического плана, когда был пробой не только психический, но и физики. И это все, конечно, там жутчайшие истории, их поднимаешь, их проживаешь. Это все непросто. Это не... Я хочу, чтобы мамы, которые к нам планируют обратиться, чтобы они услышали. Просто услышали. Это все не один день работы, не час работы, не семь секунд колдовства. Мы с детьми работаем практически каждый день. И вот сегодня мы опять группу, с которой мы работали, опять отрабатывали. Отрабатывали всех детей. Мы просто сейчас научились многие вещи делать быстро. Понимаете, мы каждый день делаем эти толчки. Маленькие, маленькие, маленькие. Мы помогаем, да? Помогаем душе. Потому что иногда душе надо буквально от нас. Там три минуты внимания. Мы с ними постоянно в контакте. И когда вы рассчитываете на чудо, ну, сходите в церковь, пускай вам там чудо покажут. Мы чудо можем явить только тогда, когда вы преобразитесь мамой. И если стоит программа, у нас же работа с нами начинается с чего? С работы с родителями. И если стоит программа 3П, обязательная, мы ее не просто так поставили, а потому что сперва должен измениться родитель. И родители, которые сейчас в эксперименте, если вы захотите, я могу добавить в любую группу, вот, которая есть у нас экспериментальная, да, там у нас две группы по аутизму. И если вам действительно захочется поговорить с любой из мам, вы можете ей там в группе найти ее телефон и написать ей лично, и спросить, а как вы изменились? Как изменилась ваша жизнь за тот период, что вы начали работать вот с центром человека, да? И вы услышите правду. И вы услышите, как изменилась жизнь этих мам. Что они стали другими, все стали другими. И нету ни одной мамы, кто не изменился. Те мамы, которые не захотели меняться, они получили свои деньги обратно. Понимаете? Это кусок работы над собой. Но с того момента, как мама изменилась, начинает меняться ребенок. И начинает уходить болезни. И тяжелая болезнь уходит тогда, когда у мамы уходит тяжелая поломка души. Души мамы. Представляете? Вот я говорю, я понимаю, что половину людей, которые будут смотреть это видео, они просто пропустят опять мимо ушей. Потому что я во всех стримах это говорю. И опять получаю, прошло там месяц, а у ребенка, вот он только там вот так реагировать начал, вот он только так играть начал. Ни разу не было, чтобы душа ребенка сказала, давайте там вот я за пять минут исправлюсь. Два года в среднем работы с аутизмом. И на это надо рассчитывать. Я понимаю, что больно, когда ребенок еще, это у нас Инночкина мама была написала, она даже была прирастроилась. Вообще Инночка, конечно, рулит. Сегодня прислали уже видео, как она говорит, я люблю родителям. Когда в марте ребенок еще был с отставанием умственным и даже не надеялись на самообслуживание, на обслуживание себя, а тут ребенок вдруг уже и буквы знает, и уже говорит, я люблю, уже сам себя обслуживает, сам ходит, мусор выносит, сам помогает по дому. Я понимаю, родителям приходится адаптироваться. И даже хотелось, чтобы он сразу пошел уже в сентябре в нормальную школу, а в школу все-таки пришлось на год задержаться, и было сперва расстройство. Ребята, полгода еще не прошло. Какое расстройство? Какое расстройство? Пускай эта психика окрепнет, пускай этот ребенок окрепнет, пускай он станет на ножки, пускай он лучше пойдет в 8 лет, да, а в данном случае ребенку еще только 6, он пойдет в 7 лет. В 7 лет пойдет в обычную школу, он будет нормальным ребенком, но он через год будет абсолютно адаптивным и во многом будет обгонять сверстников. И это лучше, чем когда будет нагрузка, но он пойдет вот сейчас. Я к тому, что иногда мы гоним коней, не надо гнать. Души не просто так говорят, надо 2 года. Души знают тот период, который нужен им. Есть очень много скрытой работы. Вот скрытую работу вы видите, да, что делают души. Расскажите, мама, вот про все эти копирования, выстраивания тела, что они делают. Вот вы наблюдаете, я вас веду, вы наблюдаете, как работают души с физиологией, с той же самой. Постоянный процесс, постоянно, это непрерывная работа, это не то, что, был случай, когда душа, да, решила кофейку попить. А я не дошла. Да, а так, ну вообще, души, это они, ну, это и есть человек, это непрерывная работа организма идет. Душа постоянно, постоянно работает. Даже и когда спит, мама думает, фу, слава богу, он спит, все равно душа там работает. Там ни секунды покоя, если наше время не измерять. И души к нам обращаются, для того, чтобы, вот она там что-то делала, 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 вдоль центральной, там, центральная нервная система, вдоль позвоночника, она там что-то, вот это, примышечных этих нарушений, сейчас наблюдали ребенка. Она там делала, 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 что-то надо фиксануть. Она приходит и говорит, зафиксируйте. И мы ее результат работы уже своим сознанием фиксируем. И потом мама говорит, да, ребенок уже стоит на ножках дольше, там, пошел результат. Но для того, чтобы проявилась ее работа, надо вниманием фиксануть. И она приходит и просит об этом. Я сейчас говорю жуткие вещи для врачей, я понимаю, что это не вписывается в концепции мировосприятия, но это то, что мы делаем. И, извините, результаты с неба не падают вот просто так. Знаете, мы придем волшебной палочкой, как Гарри Поттер. Фух, ты здоров. Я бы, конечно, хотела пальцем коволгу, и чтобы это случилось. Но на сегодняшний день нам приходится работать с ними плотно и плотно. Закрываешь глаза, она стучится и говорит, мне надо, чтобы вы зафиксировали. Мы фиксируем, мы грузимся, выплывает человек, и мы фиксируем, и мы работаем, работаем, работаем. То есть у нас каждый день, даже если мы куда-то уезжаем, на отдых или куда-то, у нас все равно идет каждый день с ними общение, работа. Это сумасшедший дом, казалось бы, но мы же к нему привыкли, и это другая реальность. Вы точно так же ходите в магазин в проявленной реальности, болтаете ни о чем по телефону со знакомыми и так далее. И это распыляется, вы распыляете энергию во внешнем мире, считаете это нормальным. Мы же свою энергию, свое внимание направляем в мир внутренний, в этом внутреннем мире помогаем тому, кто может выздороветь. Но это другая часть работы, это скрытая работа. Ты вроде откинулся, сидишь и внешне ты не проявлен, но внутри идет большой кусок работы. Поэтому, когда вот обращается мама, надо понимать, что сперва будет работа с мамой. Хотите вы того или не хотите, сперва изменитесь вы. И даже, вот мы, сколько эксперимент с детьми идет, когда он подойдет к концу, и мы всех детей выпроводим в здоровую жизнь, я понимаю, что одно из первых требований моих будет, ни одна мама не будет взята в работу до тех пор, пока она не прошла обучение. Ни одна мама. И это будет не одна программа. Это будет серия программ, потому что реально нам тяжело менять родителей. Потому что родители считают себя здоровыми. Но при этом, вот элементарный пример. Мама идет, ведет больного ребенка на улице. Да, неважно, какой больной ребенок, да, оно инвалид. И мама стесняется. И если к маму зацепить и сказать, у вас ребенок инвалид, вот просто задать такой вопрос, то 90% мам, 99% съежатся и войдут в состояние, пожалейте меня. Им стыдно за то, что у них ребенок инвалид. Ну что, типа, вот они такую больную, хромую душу привлекли в эту жизнь. Что, неправду говорили? Пройдите, поэкспериментируйте на улице. А за что стыдиться? Вот скажите мне, есть ли в этом что-то стыдного? Есть ли в этом что-то? Есть ли в этом что-то? Это игра и душа ребенка. Вот сейчас мы встречали очень, у нас есть один ребенок с очень старой, очень продвинутой душой. Он был в прошлом очень известный человек, да, и в эзотерических кругах, и в духовных, и в духовный лидер. Он был очень известный человек. Он пришел в эту жизнь с заболеванием. Для чего? Для того, чтобы его быстрее привели к Богу. Вообще. И избавили от инкарнационного круга, вот от этого, который был прописан ему, чтобы он ходил, ходил, играл. Он просто сумел вот таким вот образом вырваться. И когда с ним начинаешь контактить, там душа вообще прошаренная, прошаренная. Как ее обвинять в каких-то поступках, еще в чем-то? А есть там, где да, там, где заигрались, там, где влетели в какие-то непонятные истории. Все по-разному. Поэтому достойно ли это осуждение? В любом случае, любое проявление Бога в человеке, оно достойно уважения, а не осуждения. Да? Но наше общество не всегда это понимает. И поэтому, если у мамы есть вот такая реакция на своего ребенка, скажите, а это же реакция не из любви. Но если она вот такая идет, значит, есть над чем работать. Да? Опять-таки, на манипуляциях с инвалидами сегодня идет много сбора денежных средств на то, что заведомо, вот говоришь родителям, не поможет. Но родители это делают. Объяснения, полностью автоматические реакции. Потому что программа, программа игры, программа спасения, программа раскрытия чувств, отработки каких-то историй, она уже прописана. И зачастую человек просто не включает мозг, идет на автомате. И общество откупается. Я считаю, вот эти сборы денег откупом от инвалидов. Вместо того, чтобы помочь решить им действительно их внутренние проблемы, от них откупаются и посылают их туда, где им заведомо не помогут. Сколько курсов, тренингов и так далее, реабилитационных центров, куда возят детей, там, ну, выхлоп практически нулевой, сознание никогда не включается. Но при этом они возят, ну, наверное, где-то отдохнуть родителям, где-то, ну, 5% выхлопа есть. И на это идет поддержка нашего общества. Она идет как откуп больше. Она не напоминает. Мне, во всяком случае, это напоминает большую откуп. И поэтому, когда я смотрю на вот это, мне очень хочется, чтобы включился мозг у родителей, чтобы они захотели измениться, чтобы они захотели изменить свою жизнь, да, захотели реально. И начали работать над собой. С чего начать работать над собой? Вот что можно посоветовать? Вот они, первая реакция, нас сейчас разведут на деньги. Это вот у 90% людей первая реакция. Так давайте на бесплатном интернете скачайте книги «Радикальное прощение» Колина Типпинга. И книгу Нила Доннелда Уолша «Беседы с Богом». Да? И начните с этого. Здесь не надо ни за что платить. Вы бесплатно скачали и начали работать со своим сознанием. А после этого плавно перешли к Ричарду Баху. Иллюзии его, да? И возможно, тогда у вас внутри запустятся те процессы, которые позволят вам иначе взглянуть на эту проявленную реальность. И вот когда эти процессы запустятся, возможно, вам захочется что-то поменять. Но это уже через захочется. Через захочется, и вы постепенно начнете двигаться к себе, осознавая, как это все работает в вашей голове. Тогда, возможно, вам понравится книга Вадима Зеланта «Транссерфинг реальности» или еще что-нибудь. Но книг много. Начните хотя бы читать. И это уже много. Потому что вот эти трансформации, которые происходят, когда человек читает, это очень большой процесс. Они уже дают много. Они очень много дают. И в какой-то момент, возможно, захочется действительно заняться какими-то практиками, которые именно практиками, потому что в основе всего лежит практика, которые приведут к изменениям в жизни. Для того, чтобы был результат, был прогресс. Для того, чтобы такие дети, как Илья, находили место под солнцем, чтобы они выздоравливали. И 70 страниц печатного текста, я когда увидела нашу переписку, вот оптом, как она выглядит. Я понимаю, это огромный труп. И это за 4 месяца, представляете, что будет за 2 года. И это работа с одним ребенком. И это не 5 минут, господа. Это не 5 минут, и не 10. Это огромный кусок работы. Что хотите рассказать? Как ваша работа ведется с детьми? Что хотите передать мамам? А то я вот так проговорила. Работать над собой. Постоянно работать. Работать в любви. С детьми общение в любви. Ну, это понятно просто. А насчет запретов детям? Никаких запретов. Никаких ограничений. Все с объяснением. Я бы так сказала. Я бы посоветовала даже и родителям не ограничивать самих себя. Ребенок и приходит, в принципе, и ограничиться в каком-то проявлении родителей. Да. Ребенок приходит, чтобы взять маму и отвезти ее душу к Богу. Представляете? Вот у большинства детей, с кем мы работали, вот казалось бы, уже все. Пошли процессы, пошли положительные результаты. И потом начинаются вот какие-то моменты, которые упираются в родителей. И мы говорим, ну давай разорвем эти кармические связи. Ты сама себе, а мама сама себе. А нифига. Вот эта связь, она не рвется. Ребенок ведет маму к Богу. Он пришел сюда для этого. Он пришел от Бога, и у него одно из главных заданий отвезти маму к Богу. И получается, что если он это задание не выполняет, он как бы свою миссию не выполняет. Получается, что основное развитие родителей. Развитие родителей через больных детей. Да, и родители благодарны детям, по идее, должны быть за... Душа пришла вытянуть. Вытянуть, да. Душу родителей. Поэтому, когда смотришь, например, в сообщении в СМИ, там ребенок вляпался куда-нибудь, да, а мама вытаскивает, кого-то обвиняет и так далее, и завязывает новый кармический клубок, понимаешь, миссия души ребенка не удалась. Мама не состоялась и не смогла прорваться через ограничения материального мира, да. Ну не смогла, значит не смогла. Значит в следующей жизни сможет что-то другое. Вот, значит будет новый круг, новый ребенок, новая травмирующая ситуация, новая игра, да. И в этой игре она сможет там побороть свою жадность, или там свою злость, или свою вину, или свою агрессию и так далее. То есть она сможет справиться с тем, с чем она не справилась в этой жизни. Вот, но все равно через детей делается очень много. И очень много детей, которые приводят родителей действительно к Богу, к самому, к себе, к пониманию, к осознаванию, к развитию. Именно к развитию. Души детей ведут души родителей. И никак не наоборот. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!